Тему мы продолжим с нашей гостью Светланой Новиковой, психиатром-наркологом высшей категории, заведующей дневным стационаром Алтайского краевого наркологического диспансера. Здравствуйте. Здравствуйте. Число зависимых от табакокурения, по вашим данным, в последнее время увеличивается или все-таки снижается? И с чем вы это связываете? Ну, я думаю, что однозначно уменьшается. И мы видим, что на прием стали обращаться в КГБУ с Алтайский краевой наркологический диспансер больше. Именно человек хочет бросить эту пагубную привычку. Это зависимое поведение и обращаемости стало намного больше. Вот в нашем коллективе количество курящих последние, наверное, пару лет снизилось, вот прям заметно. Но есть и ребята, которые самостоятельно бросить курить не могут, хотя хотят этого. Им, наверное, нужна какая-то медицинская помощь. Я знаю, что они принимали какие-то специальные таблетки. И все равно ведь не получилось у них расстаться с этой привычкой. Вот что делать? Ну, давайте рассматривать курение как истинно зависимое поведение. Зависимость – это однозначно зависимое поведение. Зачем нужна зависимость человеку? Это поиск покоя и внутреннего равновесия. То есть любое повторное стереотипное поведение вызывает, меняет нейрохимию мозга. Человек не знает, что ему за это будет, но палеотивно он получает успокоение. То есть, а потом это приводит к зависимости. В наше время высок уровень напряжения, и человек вот таким образом снимает напряжение. Только комплексный подход, и решить это должен специалист, если уже человек сам пробовал и не может. Но сейчас в интернете можно прочитать много литературы. Одна из них – это психология позитивных изменений про Часко де Клименте. В общем, я так понимаю, подробный список, как брузить, курить и есть и в интернете, и в учебнике. Надо только решиться. Решиться. Если не хватает сил, то нужно обратиться за помощью к специалисту на Льва Толстого, 23. Так. Вот среди курящих, вы, наверное, тоже это замечали, очень много молодых людей. Вот хотя вы уже говорили, сейчас вроде как модно вести здоровый образ жизни. Вот почему ребята кантелем, бегу, выбирают сигарету? Что делать-то? Ну, я думаю, что первая причина – это, конечно, в семье. Потому что подросток, видя, что отец курит, старший брат курит, он не понимает… Мама бывает. Да. Уже даже это я не называю. И он не понимает, почему нельзя курить, если родные, близкие люди, которые делают только хорошие дела, а не курят, значит, курение тоже хорошо. То есть должна быть работа в этом направлении. Вот. И, конечно, реклама, которая была раньше, сейчас она намного меньше. То есть курение отождествлялось силой, с уверенностью, с мужественностью. И, конечно, подростки на это обращали внимание и начинали курить. Ну, наверное, еще, как бы грубо не звучало, стадный рефлекс, что ли. Да, это тоже, конечно. Все пошли за гараж, и я пойду иначе, зачем я буду отличаться, да, Витя? Да, да. Так, в России уже несколько лет действует закон о запрете курения в общественных местах. В начале мая в Крае появился закон, касающийся ограничения мест для табакокурения. Вот теперь нельзя курить на остановках, у входа в магазины и предприятиях общественного питания. Вот как вы относитесь к подобному роду ограничения? Я к этому отношусь очень положительно, потому что получается, что люди, которые курят, они ответственно принимают решение о том, чтобы портить свое здоровье. Они активные курильщики, а когда они курят на общественном, на остановках, значит, мы курим вместе с ними. Пассивно, но мы точно так же курим. Мы не делаем этот выбор, но мы точно так же курим и получаем никотин в организм. Поэтому я думаю, что кто хочет курить, он пусть курит в специально отведенных местах. Но главное, чтобы за нарушителями курильщиками был контроль. Потому что я, честно говоря, не замельчала. Кто-то подходит за руку его и ведет в другое место, не знаю, общественная дружина или по какому принципу все это осуществляется. Дальше, я думаю, будет видно, как это будет происходить. Так, ну и вот сегодня всемирный день без табака. Как вы думаете, достаточно ли одного дня, если человек откажется от сигареты и в течение дня продержится? Или это бессмысленно? Ну, я считаю, что это уже определенный шаг к тому, чтобы измениться. Мы всю жизнь живем и меняемся, улучшаем себя. И поэтому даже один день без табака – это уже определенный шаг к тому, чтобы оздоравливать свой организм. Будем вести здоровый образ жизни. Конечно, только здоровый образ жизни. Спасибо за встречу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Светлана Новикова, психиатр-нарколог высшей категории, заведующий дневным стационаром Алтайского краевого наркологического диспансера.